У Национального банка, наш корреспондент Даня Тарасова. Добрый вечер, Савик, добрый вечер, студия. Мы находимся возле Национального банка Украины. Рядом со мной вы можете видеть людей, это вкладчики лопнувших банков. Все эти люди были здесь во вторник на митингах, и сейчас, несмотря на то, что довольно холодно и поздно, они пришли сюда, потому что хотят вернуть свои деньги и готовы рассказать ту историю, в которой они оказались, чего они добиваются от государства и о своих проблемах. Они готовы говорить и принимать участие в нашей программе. Пожалуйста. Я бы хотела начать с представителей банка Михайловский. Вы были на митинге во вторник, по вам приняли законопроект о том, что вам вернут вклады. Вы этому рады? Вам деньги вернут? Президентам было заявлено, что выплаты коснутся 14 тысяч проблемных вкладчиков банка на сумму 1,2 миллиарда гривен. После того, как это было заявлено и парламент проголосовал, люди очень обрадовались, что наконец-то получат свои средства. И после того, как они пришли в фонд гарантирования вкладов, это было сегодня, то им сказали, что оказывается, из всех платчиков получат только меньшая их часть, потому что в законе не предусмотрены некоторые юридические нюансы. И сейчас люди очень разочарованы, и у них возникает впечатление, что кто-то в фонде гарантирования решил подставить президента. Я думаю, что акции протеста продолжатся. Мы не позволим нас разделить по случайным признакам, и будем бороться за выплаты всем вкладчикам банка, которые в соответствии с законом о системе гарантирования вкладов должны быть выплачены. До 200 тысяч гривен. Здесь есть и вкладчики других банков. Я хочу им буквально по пару слов дать слово. Представьтесь, пожалуйста, какой банк. Представляете, как вас зовут? Добрый вечер, студия. Добрый вечер, Савик. Меня зовут Максим Гарус. Я представляю 11,5 тысяч вкладчиков неплатежеспособного банка финансы и кредит. В денежном эквиваленте это 5,5 миллиардов гривен. И во всеуслышание на всю Украину я хочу заявить о беспрецедентном объединении. Объединение вкладчиков всех неплатежеспособных банков совместно с валютными заемщиками. Несмотря на то, что все, кому не лень, хотели нас столкнуть лбами, заемщиков пытались сделать крайними в проблемах вкладчиков, нам все-таки нашлось найти точки соприкосновения, объединиться и выступить единой силой в нашей нелегкой борьбе. И возвращаясь опять же к банку финансы и кредит, я хочу отметить, что со всех кредитов, которые были выданы данным банком, 76% это кредиты предприятиям господина Живаго, народного депутата. И у меня на сегодняшний день есть конкретные претензии на очень долгий срок к данному господину и к департаменту банковского надзора Национального банка Украины. Спасибо. Скажите, пожалуйста, какое у вас основное требование сейчас к власти? Основное требование к власти, чтобы люди, которые пострадали в банках, были возвращены их заработанные деньги. Эти деньги люди откладывали на учебу, на квартиру, на лечение. И эти деньги были украдены банками. Я представляю инициативную группу вкладчиков Банка «Киевская Русь». Банк «Киевская Русь» был довольно-таки успешным банком до конца февраля 2015 года. В начале, в середине марта 2015 года руками Национального банка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц банк был ликвидирован. Ну и ликвидирован, ну, пущен на временную администрацию. В период временной администрации, которая продлилась 4 месяца, было как минимум 5 инвесторов, которые хотели купить банк, но Фонда гарантирования вместе с Национальным банком не дали это сделать. В результате этого 5000 вкладчиков остались бы в своих денег на сумму более 4 миллиардов гривен. Вы представляете Дельта Банк? Да, здравствуйте. Меня зовут Роман Кононенко. Я представляю вкладчиков Дельта Банка, спилку вкладники в Дельта Банка. Я хотел сказать, что Дельта Банк из ликвидированных банков – это самый крупный банк, системный банк. К сожалению, обещали его не ликвидировать, национализировать, но не выполнили свое обещание. Обещала, кстати, эта Гонтарева. Я скажу, что около 40 тысяч вкладчиков сейчас потеряли деньги, их украли у этих людей на сумму около 9 миллиардов гривен. Самый главный момент – это вывод рефинанса, который был выдан Дельта Банку. Вывод рефинанса за рубеж в офшорные, скажем так, зоны. Вы представляете Банкфорум, вы потеряли свои средства. Как вы считаете, власть вас слышит? Я хочу сказать, что я представляю действительно Банкфорум. И в наш Банкфорум была введена временная администрация. Это было 13 марта 2014 года. И банк был закрыт по политическим причинам. И несмотря на то, что мы боремся более двух лет и восьми месяцев, мы посетили все возможные учреждения, мы были в НБУ, мы вели переговоры, мы входим в комитеты при НБУ, мы входим в банковский комитет рыбалка, мы посещаем круглые столы, мы работаем над законопроектами, мы пишем письма, мы собираем петиции президенту, 30 тысяч человек подписалось, президент нас не услышал. И сейчас вкладчики Банкфорум пришли к выводу, что нас просто водят по большому кругу, что на самом деле ни у кого нет интереса помочь вкладчикам Банкфорум, что идет тупая имитация процесса поддержки, ни у кого нет желания каким-то образом участвовать в наших проблемах. Я хочу добавить, что на самом деле вот этими действиями, вот этим знаменитым законом, который был вообще-то принят прежним правительством о системе гарантирования вкладов, полностью убит средний класс. Люди, которые накопили деньги для того, чтобы вложить в бизнес, люди, которые думали о том, чтобы сделать рабочие места, эти люди совершенно остались без поддержки государства. Поэтому я здесь, чтобы услышали и вкладчиков Банкфорум в том числе. Я хочу дать слово еще одной семье, подойдите, пожалуйста. У вас пятеро детей. Добрый день, я многодетная мама. Я держу, я держу. Здравствуйте, студия. Я многодетная мама, у меня пятеро детей. К сожалению, мы вкладчики банка, Брокбизнесбанк. Это самый первый банк, который обанкротился во времена расстрелов на Майдане. Прошло три года. И, к сожалению, за эти три года абсолютно никто не занимается проблемами, написанием хорошего закона о фонде гарантирования вкладов. Он оказался абсолютно неконституционным. Он не учитывает права вкладчиков. Особенно сумма 200 тысяч гривен, она абсолютно неадекватна. У нас пятеро детей. Получается, что мы собирали деньги на покупку единственного жилья. То есть нам, государство, должно было предоставить вне очереди квартиру. Мы не дождались, собрались своими силами деньги. Нам помогали родственники. То есть все дружно собирали, откладывали. Наконец-то мы эту сумму собрали. Положили в банк на три месяца. И банк лопнул. Не успели мы, к сожалению, весной приобрести это жилье. И получается, что мы на сегодняшний день, так как мы живем, то есть это просто ад. Нам ни на что не хватает сейчас. Особенно с тарифами, которые на сегодняшний день непосильные. В общем, мы просим как-то обратить внимание на проблему, что и дети страдают от того, что депутаты не могут за три года разработать нормальный закон о гарантировании вкладов. Савик, ну вот такие мнения людей, которые сейчас здесь рядом со мной возле Национального банка Украины. Продолжение следует...